приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам свое мнение про анонимайзер в игре в настройках эта функция называется скрыть свой ник она находится в настройках в первой вкладке слева в самом низу и начинает свою работу в следующем бою смотря когда вы включаете если во время боя вы ее включаете то в текущем боя она работать не начнет но в следующем начнет но если вы в ангаре включаете и нажмете в бой то вот как раз следующий бой и будет она уже активирована появилась эта функция в конце 2019 года можно сказать что этому замечательному функционалу три годика и в одном из последних стримов я очередной раз убедился в том что это одна из самых полезных и необходимых функций для нынешней игры мир танков ничего такого нужного и полезного сравнимо вообще и близко нет это самое необходимое лично для меня и сейчас я объясню почему я считаю эту функцию самой лучшей необходимой и обалденной среди всего того мусора который добавили за эти годы да конечно добавление в игру всяких модов это повышение тем или иным способом комфорта в игре различные там модики в ушах команды хп шички какие-то кнопочки там настроечки галочки так далее это прикольно и комфортно можно включить можно выключить пользоваться или не пользоваться но именно вот это вот анонимайзер это то без чего я вообще не могу играть в одном из последних стримов вы заметили начало стрима несколько боев были абсолютно отвратительные от чего у меня горела жопа и я постоянно жаловался на то что враги не играют против меня при виде меня они просто ну разбегались спрятались вообще даже не вылазили на меня играть и как только я подставлялся только тогда они выкатывались чтобы стрельными если же я как-то в позиционки стою там играют рельефиков там бортики башенки и так далее ни один чел даже не пытался против меня играть это до того душно неинтересно и ну ощущение что ты не в игру играешь абсолютно каждый чел в рандоме который мне встречался убегал от моего прицела он вообще в него не выезжал мне не с кем было играть я просто стоял смотрел как все играют в игру а со мной играться никто не хочет никто не подставлялся под меня все целенаправленно избегали меня и при любой возможности если я подставлялся пытались стрельнуть в меня это максимально отвратительное ощущение от игры буквально за пару боев улетучилось желание вообще играть в это разница с тем включен у тебя анонимайзер или выключен огромное это абсолютно две разные игры да у меня в xvm сейчас поговорим про него не фиолетовая статистика там почти фиолетовая поскольку когда-то я там набил фиолетовую статку и огромное количество боев играл на одном уровне особо не набивая в n8 новых своими в n8 все эти годы он всегда рос он поднимался и поднимался быстрее чем у меня на аккаунте и сейчас когда у меня много боев даже если я сильно захочу поставлю себе цель и буду каждый день набивать много в n8 там по 5 по 6000 все равно я не успеваю его догонять я пробовал типа догнать фиолетовый в n8 но он растет быстрее чем я его поднимаю даже если этом по 56 тысяч в день в n8 делаю я не знаю сколько там сотню боев надо в день наверное играть с в n8 56 ты и тогда я когда-нибудь там через год догоню фиолетовый в n8 потому что у меня почти 90 тысяч боев и он попросту отрывается от меня но на кттс старый в n8 он у меня уже давно фиолетовый и от в n8 который стоит на одном месте я всегда отрываюсь в n8 у меня всегда рос раньше он просто по чуть-чуть поднимался после того как фиолетовый в n8 получился уже у меня на аккаунте сейчас он чуть быстрее растет но все равно замедляется потому что боев все больше и больше и вот игроки в бою могут увидеть мою статистику если анонимайзер выключить и там будет написано там допустим 88 тысяч боев 61 процент побед и в n8 3400 с хвостик смотря какой еще у них в n8 показывается кттс или xvm и при виде вот этого всего люди у которых видимо и активирован там в n8 xvm есть там еще какие-то моды которые без xvm а статистику показывают если всю эту чепуху активировать люди видят против кого они играют и они вообще даже ну по-видимому даже боятся на меня выкатываться играть против меня это было видно на стриме что я играл в какую-то другую игру и как только я на стриме включил анонимайзер тут же игра абсолютно изменилась никто не боялся на меня выкатываться играть против меня там от борта там от башни и так далее сразу игра стала спокойней и мы просто играли в игру даже жопа перестала гореть игра стала менее душной это просто наглядный пример того насколько эта функция нужна такому аккаунту как у меня да может быть он в чем-то не выдающийся но так или иначе он слишком привлекает внимание по какой причине можете уже сами думать но играть с выключенным анонимайзером честно говоря я бы даже не стал это невозможно я не смогу допустим тот же самый 2 3 часовой стрим провести с выключенным анонимайзером у меня жопа загорит боя за 4 максимум там дай бог 5 у меня и с включенным анонимайзером часто горит с выключенным вообще невозможно играть как обстоят дела на аккаунтах где статистика допустим супер плохая тут я уже не знаю если люди играют на аккаунтах с плохой статистикой они могут в комментариях написать как им играется с включенным или выключенным анонимайзером а другие люди почитают и что-то из этого поймут я такой информации не обладаю поскольку на таких аккаунтах никогда не играл у меня вот основной один аккаунт почти всегда играю только на нем причем практически все бои сыграны на стриме и вы все всегда видеть как и на чем и когда играется поэтому на мой взгляд различные добавленные модики там в игру для удобства это конечно прикольно но без анонимайзера вообще невозможно играть поскольку игра превращается абсолютно в какое-то скотское отвращенное говнище где люди не играют против тебя как против обычного чела из рандома они именно только против тебя потеют и вообще под тебя не подставляются даже большинство даже не ну перестают играть со мной и когда люди так относятся в бою ко мне урон тяжело набивать поскольку никто под меня даже не подставляется на мой взгляд влияние различных xvm на игру чересчур большое и я не считаю это нормальным это плохо вот такое мое мнение про анонимайзер спустя три года пишите свое мнение в комментариях подписывайтесь ставьте лайки с вами был варчик играть красиво всем удачи и пока пишите лайки субтитры сделал DimaTorzok